Мы очень гордимся тем, что на нашей земле, в нашем городе проживает такой человек, вокруг которого могут объединиться люди, которые борются за правду и за справедливость. Я почему-то всегда представляю большую такую миску, наполненную какими-то вкусными вещами, нашу Верховную Раду, вот представляю именно так. Возле нее какие-то маленькие человечки с маленькими ложечками, ложечками побольше, с ополониками, а кто и с целыми вагонами, которые борются за свое теплое место Верховной Раде. У нас нет в стране никакой справедливости. И у меня создается впечатление, что у нас вообще не существует никакой страны. Потому что у нас Конституция сделана под руководящий состав. В стране существует беззаконие. Я, например, тоже в свое время столкнулась с нашей судовой системой. И прекрасно понимаю и знаю, что это за система, как с ней трудно бороться. Поэтому я, конечно, призываю всех объединиться, исплотиться и требовать от администрации нашего города, чтобы она посодействовала тому, чтобы Риму Белоцерковскую оставили в покое. Потому что этот человек заслуживает не такого внимания, которое ему сейчас оказывают, таская по судам и по прокуратурам. Этот человек достоин уважения. И будем говорить так, у простого люда, особенно у нас, предпринимателей, у пенсионеров, у людей, афганцев и остальных, которые нуждаются в консультациях, она достойна самого глубокого уважения. Большое спасибо.